Друзья, я приветствую вас в новом выпуске, меня зовут Андрей и сегодня мы с вами поговорим про ракета-носитель Ангара А5, которая совершила свой второй полет после шестилетнего перерыва. Приобретенный Amazon Startup Zoox представил автономное электрическое роботакси. Роборуку научили чувствовать предметы с помощью солнечных панелей. Nissan создал концепт GTRX, транспортного экзоскелета будущего. Американский стартап Кену представил электрический фургон для службы доставки. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подписываемся на канал, друзья, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра, давайте начинать. Она летает, черт возьми. Ракета-носитель Ангара А5 совершила свой второй полет после шестилетнего перерыва. Да, это действительно второй запуск ракеты после такого долгого перерыва. Столь длительный промежуток обусловлен затянувшимся переносом производства из Москвы в Омск. Первоначально второй запуск был запланирован еще на шестнадцатый год. При этом третий запуск запланирован уже на следующий год. Но последний полет в рамках летно-конструкторских испытаний состоится, если планы не изменятся, лишь в двадцать шестом году. То есть с момента первого запуска пройдет двенадцать лет. Ангара А5, кроме прочего, важна тем, что это первая ракета-носитель данного класса, разработанная уже в России, а не при Советском Союзе. Она даст жизнь целой серии ракет Ангара А5М, Ангара А5П и Ангара А5В. Ангара А5 характеризуется длиной более пятидесяти пяти метров и способна доставить на низкую опорную орбиту двадцать четыре с половиной тонны груза, то есть чуть больше, чем Falcon 9 без возвращения первой ступени, и намного больше при условии возвращения. Британские инженеры разработали новую конструкцию роборуки, которая способна распознавать прикосновение к предметам при помощи небольших солнечных панелей на ее поверхности. При прикосновении часть панели закрывается от света и прекращает вырабатывать энергию, что можно интерпретировать как контакт. Также в руке есть инфракрасные светодиоды, которые вместе с солнечными панелями работают как датчик приближения. Как правило, роборуки и промышленные манипуляторы умеют определять контакт с предметами, чтобы с одной стороны надежно их захватывать, а с другой не повреждать их излишним сдавливанием. Для определения контакта используются разные методы. Чаще всего это измерение усилия на захвате и простой контроль соприкосновения. Эти методы работают и используются в том числе в серийных роботизированных манипуляторах. Но инженеры продолжают разрабатывать новые конструкции, а также подходы к контролю захвата предметов. Например, датчики на основе жидкого сплава или оптоволокна. Инженеры из университета Глазго под руководством Равиндера Дахия предложили использовать для обнаружения контакта солнечные панели. Принцип работы такого датчика прост. При контакте предмета с поверхностью, оборудованной массивом солнечных панелей, некоторые панели перекрываются и перестают вырабатывать энергию. Таким образом, помимо самого контакта, можно определить и его место на поверхности. Не прошло и полугода с тех пор, как Amazon приобрел американский стартап Zoox, а партнеры уже представили свое первое совместное детище – автономное электрическое роботакси с весьма интересными характеристиками. По формату роботакси представляет собой компактный монообъемник. Длина 3 метра 63 сантиметра, а высота 1 метр 94 сантиметра. Имеется люк на крыше, сдвижные двери и пара двухместных диванов, расположенные друг напротив друга. Каждый пассажир получает свой ремень и продвинутую подушку безопасности, а также держатель для чашки, беспроводную зарядку смартфона, пульт управления маршрутом и музыкой. Модель оснащается двумя электродвигателями на каждой оси и обеими управляемыми осями, что позволяет использовать ЗУКС симметрично. Проще говоря, у электромобиля нет привычных зада и переда. Он может передвигаться с максимальной скоростью 120 км в час в обе стороны. Четыре управляемых колеса позволяют легко маневрировать и буквально передвигаться по диагонали для более удобной парковки. Под сиденьями пассажиров размещена емкая батарея на 133 кВт-часов, разделенная на две части. Она заряжается бесконтактным индукционным способом, так что робот-акси сможет подзаряжаться самостоятельно, просто подъехав на площадку со встроенным модулем зарядки. И здесь не нужны никакие ручные подключения розеток. Впрочем, слишком часто заряжать батарею не придется. По словам создателей, полный заряд позволит эксплуатировать робот-акси 16 часов подряд. За автономное передвижение отвечает система камер, радаров и лидеров, которая отслеживает дорожную ситуацию в режиме 360 градусов в радиусе 150 метров. Программное обеспечение разработали специалисты стартапа ZOOX, который изначально специализировался на беспилотных электромобилях и системах автономного движения. Робот-акси ZOOX уже тестируется на дорогах Лас-Вегаса и Сан-Франциско. Дизайнерский отдел Nissan показал полноразмерную модель футуристического персонального транспортного средства GTRX, создание которого запланировано аж на 50-й год. Автор концепта – талантливый дизайнер Джебом Чой, который прошел стажировку в Nissan Design America. Там ему помогли доработать его дипломный проект до более-менее реалистичной версии, с учетом специфики деятельности компании в сфере B2B. GTRX не может быть построен в условном завтра, но это прекрасная визуализация, каким видят будущее молодые специалисты и какие технологии нужно развивать для его реализации. Сама машина по задумке дизайнера является экзоскелетом, предназначенным для перемещения человека по дорогам общего пользования. Это не автомобиль и не транспортная платформа, а нечто вроде скафандра, который развернули в горизонтальное положение и снабдили колесами. Кстати, они сферические, с возможностью движения на 360 градусов во всех направлениях. Пилот GTRX лежит в экзоскелете лицом вперед, что позволяет сделать профиль машины очень низким, уменьшить лобовое сопротивление и обеспечивает очень быстрый разгон. Здесь нет лобового стекла и окон в принципе. Вся информация с камер и датчиков поступает на шлем виртуальной реальности пилота. Нет и элементов управления. Оно осуществляется ментально за счет прямых команд мозга. Это улучшает скорость реакции на дорожную обстановку и сближает пилота с его экзоскелетом. Они становятся как бы единым целым. Силовая установка представлена плазменным ядром с потенциально бесконечным ресурсом работы. Не очень понятно, как его контролировать и как создать защиту пилота от высоких температур при длине корпуса аппарата всего в 3 метра. Но на то это и концепт, чтобы отпускать подобные детали и воодушевлять инженеров и конструкторов творить ради прогресса. Калифорнийский стартап Кэну, известный по проекту пассажирского электроминивена на основе скейтборд-платформы, представил свое новое детище – электрический грузовой фургон для доставки в рамках последней мили. Создатели называют новенький многоцелевой автомобиль доставки и обещают продавать по цене от 33 тысяч долларов. В момент начала продаж стартап предложит два различных по размеру и грузоподъемности варианта. Затем будут разработаны и другие варианты, которые будут соответствовать запросам потенциальных заказчиков. Электромобиль разрабатывается с нуля, благодаря чему в его конструкции нет типичных для ДВС решений особенностей. А грузоподъемность и полезный объем кузова превосходят практически все аналоги. В фургоне используется один электродвигатель с приводом на переднюю ось с мощностью 200 лошадиных сил. При этом самая емкая из них может заряжаться с 20% до 80% всего за 28 минут зарядки на скоростной заправке. Батареи собраны на основе цилиндрических элементов 21 на 700. При этом используется жидкостное охлаждение блока. В случае с первой версией батарея на 40 кВт-часов обеспечит запас хода 210 км. Батарея на 60 кВт-часов, запас хода 305 км. И батарея на 80 кВт-часов, запас хода 370 км. В данный момент на сайте компании уже можно оставлять предзаказы. Ограниченное количество фургонов будет доступно заказчикам в 2022 году. А на 2023 год запланирован старт серийного производства. На сегодня это все темы, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я рекомендую вам подписаться на канал, обязательно поставить лайк этому видео, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск и обязательно написать комментарий внизу. Все наши полезные ресурсы вы можете также найти по ссылкам в описании. Остается совсем немного до окончания 2020 года. Я желаю вам успеть закрыть все поставленные цели на этот год и составить список новых уже на следующий. По традиции я желаю успехов вам и вашим близким. Отличного новогоднего настроения. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok